Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Бывают ли такие случаи, когда психотерапия не помогает? Бывают, конечно, если подобрано неправильно. Почему за два года подбора препаратов психиатр мне говорил все про психотерапию мне? Потому что психиатр, он только дает направление на психотерапию. Вот. Ну и психиатру рознь, кто-то говорит, кто-то нет, к сожалению. И отказывали, что сначала препараты, а потом психотерапия. Тут вот я не понял, если вам отказывали, значит про психотерапию была речь. Вот. То есть тут как-то вот не вяжется немножко. Да, мне долго их подбирали, но почему нельзя ее начать, если немного периодически становится легче. Опять же, недостаточной информации для того, чтобы дать вам ответ, в силу того, что вы сначала говорите, что про психотерапию речи не было, а потом говорите, что вам не отказывали, а значит речь о ней была. То есть не совсем понятно. Как можно избавиться от того, что жалеешь о прошлом, о прошлом, об упущенных моментах? А вспомнить, что для вас было важно тогда и в то время? Я два года назад перед своим расстройством хотел заняться профессиональным спортом в 18 лет. Хотел заняться BMX, но сейчас не 20, я жалею, что не начал раньше. Но если вы хотели и не начали, значит очевидно для вас было что-то важное, другое в то время. Как так вышло, что вы это стали обесценивать? Вероятно, там вы потерпели неудачу. В 20 лет заниматься профессиональной BMX не поздно, но я жалею, что упустил возможность раньше. Я жалею, что не проходил раньше психотерапию. Вам это выгодно. Вам выгодно жалеть об этом, чтобы не делать что-то в настоящем. Иными словами, это страх перед неудачей. Вы боитесь неудачи. А почему для вас неудача имеет такое значение? Это вопрос. Вероятно, речь идет не о том, что вам нравится, а о достигательстве. О доказывании чего-то кому-то. С этим и нужно разбираться. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать на собой работу. Желаю вам всего самого доброго.